Всем привет! С вами снова Лена и снова Эскипема. И снова я выбралась из дома в темени. Тяжело быть совой. Я завидую жаворонкам, но это не мой момент, это не мой образ жизни. Не получается у меня быть жаворонком. Без маски, а куда я пошла без маски? Да ладно, ночь, полиция до шести работает, они уже ушли с работы. Никто меня сейчас за маску не оштрафует, и все равно в моей деревне никого нет. Или не идти? Или не идти? Да нет, ну до чая-то я дойду. А, почему решила выйти в эфир? У меня сейчас получилась смешная ситуация. Я обратила внимание, что, несмотря на то, что у меня не хватает почти 200 подписчиков, чуть меньше на канале, YouTube начал встраивать рекламу в мои видео. Я на YouTube такая обиженная, типа, ребята, ну вы бы мне тогда хоть трансляцию, что ли, открыли. Ладно, с монетизацией я не знаю, я не буду знать, что делать, по причине того, что у меня тупо счетов, карточек никаких нет. Но будем с дочкой разговаривать, пусть что-нибудь делает. Проблема в том, что дочка у меня несовершеннолетняя. А с мамой у нас, как вы помните, случилось недопонимание. Когда мы ругались по поводу денег, когда я говорила, что я вот прямо сейчас приеду, мне надо делать зубы, мне надо то, мне надо сё, а ты все деньги разбазарила. Ну, понятно, что она не разбазарила, понятно, что она купила... Ну, предположительно, мне, но на самом деле сейчас Ленке диванчик, шкаф, кухонный гарнитур, и поставила окна, и остеклила балкон. Ну, это, в общем, всё ежу понятно. Какая темень. На самом деле, вот здесь у вас выглядит темнее, чем есть на самом деле. Телефон имеет такую особенность, он снимает так, как будто ты в тёмных очках. То есть, вот если бы я надела тёмные очки, хотя, 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 знаете, у меня стигматизм, у меня расширенные зрачки, из-за которых меня в детстве, Ленка иногда жалуется, могут принять за наркомана. Типа, у тебя зрачки расширены, ничего подобного. Это из-за стигматизма. То есть, это врождённые. У меня и у дочки у нас зрачки расширены. Поэтому в темноте у меня кошачье зрение. То есть, я вижу полутона. То есть, там, где люди с обычным зрением или с куриной слепотой не видят ничего, я вижу силуэты. И в детстве я, как и моя дочка, боялась темноты, поэтому я тренировалась. То есть, я просто выходила в темноту и шла из точки А в точку Б, чтобы побороть страх. Потому что со страхами и с фобиями борьба только одна. Способ преодоления. Никакие другие способы ни с депрессией, ни с фобиями не помогают. А, так, про монетизацию. Монетизации, значит, нет, а реклама в некоторых роликах появилась. Я обратила внимание. Я внимательно пошарилась и посмотрела, на какие ролики мне вставили рекламу. Мне вставили рекламу не во все ролики. Мне ставили рекламу в ролики, на которые кто-либо жаловался. То есть, или была эта жалоба на авторские права, то есть, у меня там музыка была, я ее оттуда вырезала. Или это были жалобы кого-то из обиженных девочек, которые громко кричали, не надо про меня здесь всякую фигню рассказывать. Ну, в комментариях, естественно, кричали. Даже некоторые в YouTube писали. Ну, так вот, YouTube рассмотрел ваши жалобы. Сообщаю. Все, кто на меня жаловался. YouTube рассмотрел ваши жалобы. И во все ролики, на которые вы жаловались, они поставили рекламу. Ну, на тему скандал. Action. Good evening. Good, I want tea. Вот. Дождь, rain, rain. I'm not coming because rain. На тему скандал. They are- Come to my Seni. Да. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Если ролик вызывает отклик, если кто-то смотрит, кто-то недоволен, кто-то подписывается, отписывается, начинаются крики вопли Ютубу это все очень как нравится То есть Ютуб скандалист побольше моего Сейчас я выпью чашечку чая, потом пойду куплю круассанчик Вот вы видите, сколько времени я шла от своего дома до сюда Причем я шла медленно, в темноте, не спеша, не торопясь Так, 6 минут Еще 4 минуты Еще 4 минуты Опять же, к алгоритмам Ютуба, Ютуб не любит короткие ролики Ютуб любит, чтобы в ролике было чуть больше 10 минут 10 с половиной минут 11 минут Спасибо большое До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания Субтитры До свидания До свидания До свидания Мне не хватает чуть меньше 200 человек Когда нас уже больше 800 Но 200 человек это уже не такая уж большая цифра Подпишите маму, папу, брата, сестру У кого есть ютуб канал Но 200 человек это реально немного Вот я бы сейчас могла с вами болтать в прямом эфире И отвечать на ваши вопросы А вместо этого я болтаю в записи Мне, допустим, доступен Там можно настроить какой-то прямой эфир Но он делается только с компьютера А доступ к прямому эфиру с телефона идет после 1000 Часов у меня зафига и больше Дело в том, что ютуб смотрит количество часов просмотра На ютубе за последние 3-4-5 месяцев Так вот у меня там сотни просмотров То есть у меня там 800-900 просмотров У меня не какие-то там 4000 жалкие, которые им нужны То есть по часам мой канал давно уже перешел в раздел монетизируемых Если смотреть по количеству просмотров А у меня они все чистые То есть у меня же все просмотры, они же чистые В смысле без обращения к оплачиваемым аккаунтам То есть меня реально смотрят живые люди То есть это не боты Это живые люди, это вы Ютуб на самом деле он же мечтает показывать вам рекламу Он просто спит и видит показывать вам рекламу Но он сам ввел правила И он теперь ждет, пока я заведу 1000, чтобы монетизировать весь канал Но в видео, на которые пожаловались Он решил, что ждать он уже не может И раз жалуются Что надо монетизировать прямо сейчас Пауза Вот Рассчиталась И решила все-таки пройти еще 200 метров Ну про кошачье зрение Ну я вижу Здесь была ситуация такая Здесь был такой момент, когда В отеле работала аюрведическая клиника И там одна из гостей была африканка Женщина Ну африканцы тоже бывают почти белые То есть если они очень богаты И много поколений сидят дома То есть африканцы они тоже не все одинаково черные И я ее сначала приняла за индианку То есть ну как бы смуглая, но не черная А потом плавно в разговоре все-таки выяснилось Что она из Африки И вот она с ужасом смотрела на момент В темноте оказаться за пределами дома И не в такси Мы с ней шли как-то из магазина И зашли в темпл Там была какая-то служба Музыка, все пели Дзинька ли, это был 17-й год Тогда еще не было никаких подозрений На коронавирус И она все время Надо идти, надо идти домой Надо идти домой А одна она боялась идти Потом, когда мы вышли И пошли домой Ее просто разбирал панический ужас И она говорила Нас же сейчас убьют, ограбят и так далее Я все не могла понять в чем дело То есть я говорю Блин, ну мы же не в это самое Ни в Мумбаи находимся Ни в Дели в каких-то трючевах Что ж ты так боишься А потом я поняла Когда она мне объяснила Что она не просто Что она не индианка Что она из Африки Вот они мои косаны Вот они мои косаны Возьму всего 4 штучки Возьму всего 4 штучки 5 штучки Спасибо 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 магазин котелек магазин сейчас еще вот эту штуку возьму полуза потом ну вот еще и мороженку себе купила за 10 рублей ванилу не сейчас пойду еще один стаканчик чая выки все я с вами прощаюсь наболтала 13 минут до новых встреч bye 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 bye